МЧС ЛОК впервые в регионах России. Условия, которые здесь, приближены к арктическим. Мы готовы к новым поставленным задачам. Спектр профессий и специальностей, он на самом деле большой. Чтобы снять этот выпуск, мы проехали около тысячи километров. МЧС ЛОК впервые в регионах России. Мы в Вологодской области, в подразделении ведомства, которому нет аналогов. Арктический спасательный учебно-научный центр Вытигра находится на берегу Онежского озера. Мы здесь, чтобы узнать, какие задачи решает центр, как готовят спасатели для работы в суровых условиях Арктики и какие люди здесь работают. Владимир Александрович, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Расскажите, пожалуйста, что за такое прекрасное помещение, панорамный вид, просто потрясающий. Ну, это комната оперативного дежурного. Здесь непосредственно принимаются вызова, поступает сигнал оперативному дежурному, после чего по радиостанции оперативный дежурный связывается с поисково-спасательной группой. Она в течение пяти минут обязана выдвинуться к месту происшествия. Этот обзорный вид, он позволяет в том числе на возможные риски на акватории, которая здесь у нас, реагировать, ну, просто визуально наблюдая за обстановкой. И я как раз предлагаю вам пройти на балкон, где мы это все сможем увидеть воочию. Идемте. Как здесь красиво! Вот как раз мы видим побережье Онежского озера, его юго-восточная часть, и протока, соединяющая озеро Тудозеро и Онежское озеро. Владимир Александрович, центр стоит в очень красивом, живописном месте, но до ближайшего населенного пункта довольно далеко. Мы от Вологды ехали порядка 400 километров. Расскажите, почему было решено организовать его именно здесь? Ну, на самом деле, ни для кого не секрет. В 2007 году здесь, недалеко от нас, на Лгобалтийском пути, на берегу Онежского озера, произошло крупное ЧАЭС, сел на мель танкер с мазутом. И большое количество специалистов было привлечено с иных территорий. И было принято решение рассмотреть вопрос создания центра в столь трудонаступном месте, для того, чтобы имелась возможность реагирования не только на акватории, но и непосредственно на территории Вологодской области. И таких подразделений на ближайшей территории просто не было. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 731-й, ответим, подберем. На тренировку. А Нью-Йорк, район Чужгоры, провалились, два рыбака. Как принял? Принял, у меня есть три человека. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, куда мы сейчас едем? От оперативного дежурного поступил вызов, что в районе Чужгоры провалились два рыбака. То есть в кратчайший срок нам нужно приехать на место. А как скоро мы до него доберемся? Я думаю, что в течение пяти минут. Кирилл, у вас такой костюм красивый. Расскажите о нем. Для чего он нужен? Гидрокостюм предназначен для защиты тела от воды, от охлаждения, чтобы не охладиться и не замерзнуть. То есть я правильно понимаю, даже если в ледяной воде находиться, не будет холодно? Ну, не будет так холодно. А какие сейчас ваши действия? Вы прибываете на место. Что дальше происходит? В первую очередь нужно оценить обстановку, чтобы самим было безопасно работать. А затем уже приступаем непосредственно к спасению. Ребята, а как часто в реальной работе приходится реагировать на подобные происшествия, как сейчас? Ну, такие происшествия встречаются, скажем, не так часто, но все равно они присутствуют. Александр, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что здесь сейчас происходит? Сейчас происходит отработка учебного вопроса по спасению утопающего из провалившегося под лед. В данный момент разворачивают устройство спасения из ледяной полыни. А это такой надувной мостик, да, что-то вроде того? Да, это такой мостик, по-простому сказать, к которому подключен баллон с воздухом. И, соответственно, при подаче воздуха оно будет раскручиваться, и спасатель будет добираться до пострадавшего. Второй его страхует? Второй его будет страховать при помощи веревки, подкрепленной к спасателю. Соответственно, спасатели работают. Вот процесс мы сейчас наблюдаем как раз разворачивания. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы к краям майны, ну, провала не подходить близко, потому что лед может быть хрупкий, и чтобы не допустить проваливания, спасатель. Подскажите, а есть какой-то норматив по развертыванию вот этого оборудования? Ну, норматива официального не существует, но, соответственно, мы все прекрасно понимаем, чем быстрее это происходит, тем быстрее мы окажем помощь пострадавшему. И, соответственно, допустим, как говорится, меньшее обморожение и переохлаждение пострадавшего. При помощи вот спасателей они добираются до, ну, считается, пострадавший спасен, сейчас ему будет оказываться первая помощь. Какого рода спасательные операции способны проводить специалисты вашего центра? Все зависит от сезонности рисков. Если сейчас у нас зимний период и возможны провалы людей, техники, подлет, осенью уже грибники, ягодники – это большие пространственные территории, болот, озер – это реагирование на поиски в природной среде. Ну, а летом акватория озера, большое количество наплыв туристов – это реагирование уже на воде с применением маломерных судов, с применением водолазного оборудования. Ну, все зависит от сезонности рисков. А можно ли говорить о том, что специалисты вашего центра обладают какими-то уникальными специальностями или профессиями? С учетом, что мы являемся не только спасательным центром, а и центром подготовки спасателей, наши спасатели, наши специалисты имеют большое количество профессий. Они обучены и на управление робототехникой, применение водолазного оборудования, ликвидация аварийного розлива нефтепродуктов. Поэтому спектр профессий и специальностей, которые обучены наши специалисты, он на самом деле большой. Какая территория находится в зоне оперативного реагирования сил и средств центра Вытигра? Есть зона постоянной готовности, зона ответственности. Это территория Вытигурского муниципального района, акватория Онежского озера, юго-восточное побережье его и границы Ленинградской области и Карелии. По решению начальника главного управления по Вологодской области мы можем применяться на территории всей Вологодской области. По решению начальника главного управления по Санкт-Петербургу мы можем применяться на территории всего северо-западного федерального округа. Такие операции были, и мы в них участвовали, поэтому мы готовы реагировать не только в зоне нашей ответственности. Сейчас мы пересаживаем пострадавшего с судна на воздушной подушке в снегово-болотоход «Лось», которым будем транспортировать пострадавшего до скорой помощи, до машины, до автомобиля. Он высокой проходимости, соответственно, и внутри мы будем оказывать ему первую помощь и психологическую поддержку. Ева, вы, прошу, с нами внутрь, а вы, прошу, за руль автомобиля. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Анфан. Какое место чаще всего используете и часто ли приходится это делать? В основном, как ли, линия электропередач, где поваленные деревья, как бы ищем на болотах. Что, попробуем трогать, слескать? Давайте. Так, что нужно делать? Нажимайте на тормоз. Так. Включайте, как это, D? На D, на драйв. Да, на драйв. Так. И все, и на газ. Отпуская тормоз, нажимая на газ. Да. Лау. Итак, мы спасли пострадавшего. Какие дальнейшие действия? Ну, дальнейшие действия заключаются в оказании первой помощи пострадавшему. Самое важное в этом, чтобы у пострадавшего не допустить переохлаждение, то есть, которое у него процесс уже запущен. Соответственно, мы должны были снять с пострадавшего верхнюю одежду. Если у нас есть возможность переодеть его, соответственно, укрыть... Одеялком теплым. Да, теплым одеяльцем. И, соответственно, напоить теплым чаем. Вот момент переключения передачи, сейчас он почувствует, да? А сколько передач у него? Четыре передачи. Четыре передачи. И с какой скоростью он максимально может двигаться? По ровно местности до, ну, 55 километров сейчас. До 55, ну, достаточно солидно. Ну, помимо кабины, где мы сейчас находимся, у нас еще есть прицеп. Да. То есть, в нем также можно дополнительно погрузить либо спасателей для доставки мест, либо пострадавших тоже туда. Да, заднее звено влезает 11 человек. Надо сказать, что он достаточно легко, то есть, нет с ним проблем. Нет. Его не болтает из стороны в сторону, и идет он достаточно уверенно. Как вы себя чувствуете? Замерз. Мы должны с ним поддерживать контакт, общаться, контролировать его состояние. Ни в коем случае нельзя пострадавшего резко согревать. Ни в коем случае нельзя растирать какими-либо маслами, кремами. Алкоголь. У нас очень многие... Кричительные напитки, да, любимые рыбаков. Ни в коем случае этого нельзя делать, это не рекомендуется и запрещено. Арктический спасательный учебно-научный центр. Почему называется именно так? Условия, которые здесь у нас находятся в зимний период, наша вот точка дислокации, они приближены к арктическим. Мы ежегодно готовим специалистов по программе повышения квалификации на наших обширных территориях. В рамках этой программы мы устраиваем полевые выходы на лыжах, где спасатели могут в трехдневном переходе почувствовать себя в Арктике. Насколько я знаю, вы здесь еще проводите испытания каких-то технологий спасения или оборудования. Действительно такое есть? Совершенно верно. Мы участвуем в плане научно-исследовательских работ. И в том числе производители оборудования обращаются к нам, где мы можем в рамках своей уставной деятельности давать заключение о возможности применения тех или иных спасательных технологий для системы, для нашего министерства. Сколько спасателей здесь работает? Наша штатная численность составляет 179 единиц. Есть два основных направления. Это, конечно, поисково-спасательное подразделение и наш учебный центр. Коллектив слаженный, дружный, поэтому мы готовы к новым поставленным задачам. Сейчас мы приступаем к отработке второй части вводной поиску утонувшего человека при помощи для управляемого необитаемого подводного аппарата «Фалкон». Ну и, соответственно, после того, как он его обнаружит, мы будем погружать водоваза. Специально мы оборудовали данный пост, так как на улице большие минусовые температуры. Скрыли, чтобы и водоваза работалась, и операторам «Фалькона» также удобно. Максимальная глубина погружения до 300 метров. Вот мы видим, на экране как раз найдено тело пострадавшего, условно пострадавшего. Какие дальнейшие действия? Мы сейчас зафиксируем это место, расставим, и, соответственно, приступят к работе водовазы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, Сергей, задача выполнена. Все хорошо. Алексей, приветствую. Здравствуйте. Расскажи, какая техника стоит на вооружении вашего центра? В нашем центре находится техника, предназначенная для эксплуатации в особых условиях, приближенных к ранним северу, а также от труднодоступной местности. Видите, техника, находящаяся на дежурстве этого ТСМ КАМАЗ. Здесь модуль. Используем мы этот модуль. Например, неоднократно были аварии на трассе зимой. Пока проводится работа по разборке дорожно-транспортного происшествия, мы, например, семью можем в теплое помещение посадить. А насколько я знаю, вообще в Треколе можно жить, да? В этом автомобиле? Можно жить. Он оснащен также автономкой, автономная печка, автономный отопитель. Но основное его предназначение – это доставка личного состава, транспортировка грузов в труднодоступные местности. А зачем такие огромные колеса? Данное транспортное средство способно проходить по болотам, а также плавать. То есть за счет этих колес судно может находиться на воде. Следующее транспортное средство – это снегоболтоход «Бобр». Похоже на газель на гусеницах. Да, предназначено. Это все тракторные единицы. Требуются водительские права тракториста. Данная техника неоднократно использовалась и показала свою эффективность. Плавает, по-настоящему плавает. Тоже оснащена автономным отопителем, столик, скамейки, где можно проживать. Аэролодка «Пирания-6». Часто используете? В период ледостала, то часто, да. Когда тонкий лед, или по весне рыбаки уходят, топят свои единицы техники, снегоходы, мотособаки. Данная площадка специально предназначена для таких вещей. Если кратко делать вывод по всей технике, какой она должна быть, чтобы помогать спасателям работать в таких условиях? Как работаете вы? Первое, наверное, это надежная. Надежная? Должна быть, да. Второе, это проходимость. Ну и она все-таки должна быть комфортная, потому что спасатели тоже люди. Нам тоже охота комфорта и работать в комфортной технике очень приятно. Ну что, друзья, в этом выпуске мы вместе с вами узнали, что такое Центр Вытигра МЧС России. То место, где теория и практика спасательного дела познаются в суровых климатических условиях. В комментариях под этим видео пишите, о каких подразделениях нашего ведомства по всей стране обязательно стоит снять влог. До скорого! Пока!